Салют подписчики канала Атом Асём и случайные зрители этого видео. Меня конкретно задолбало каждый месяц в коммунальных платежах отваливать за общую антенну. И я к чертям собачьим сегодня отрезал антенный кабель. Вот такой обрубок у меня получился и в сегодняшнем видео я покажу как бесплатно смотреть цифровое телевидение, не платить за общую антенну, а сделать свою буквально из мусора. У меня тут по чистой случайности завалялись две банки из-под пива и из них я сделаю антенну. Посмотрим на что она способна и помните, губит людей не пиво. Погнали! Ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется Необычная с Алиэкспресс. Там каждый час я выкладываю самые необычные товары с сайта Алиэкспресс по лучшей цене у проверенного продавца. Естественно с ссылкой на покупку. А также все видео с канала Атом Асем дублируются в этой группе. Либо ищите в поиске ВКонтакте Необычная с Алиэкспресс, либо проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Буду рад вас всех там видеть. Ребят, сейчас я просто один кабель воткнул в телевизор без антенны. И пока что на данный момент поймало 4 программы аналогового телевидения. Посмотрим сейчас сколько поймает цифровых каналов. Кабель просто повесил на ручку окна вот таким вот образом. И как видите антенны пока тут нет. В общем сигнала нет. Цифровое вообще не поймало ни один канал. В общем погнали уже изготавливать антенну. Этот обрубленный кабель вытягивает еле-еле один аналоговый канал. Может быть ловил бы и больше если бы их не отключили. Цифру не ловит вообще ни один мультиплекс. Есть один легкий дедовский способ сделать антенну. Советские люди были очень умными, находчивыми и изобретательными. И вот в учебнике 60-х годов по радиоэлектронике есть схема, по которой можно собрать антенну из пивных банок. Мы в юношеские годы делали такие антенны в общаге. Ловила на ура. Но тогда было аналоговое ТВ. Сейчас мы перешли на цифру повсеместную. Вот не знаю сработает ли этот способ. Такая антенна отлично подойдет для работы телевизора в квартире, гараже или на даче. Как уже я говорил, основным элементом антенны будут две пивные банки. Стандартные по 0,5. Также нам потребуется вешалка. Желательно с вращающимся крючком, чтобы направлять будущую антенну в разные стороны. И нам потребуется кабель естественно и скотч. Вот такой вот набор. Все это можно найти в любом доме и на любой помойке. Платить не нужно ни за что. И это радует. Хоть сейчас я отобью многолетнюю переплату за общую антенну в коммуналке. Приступим. Для начала нам требуется зачистить антенный кабель. У меня самый простой кабель RG6. У вас по-любому такой же. Если нет, то на любом рынке можете купить по цене в среднем 10 рублей за метр. Кабель имеет волновое сопротивление 75 Ом. Наша антенна будет работать в районе частот 250-400 МГц. С импедансом 60-75 Ом. Поэтому такой кабель подойдет вполне. Аккуратно срезаем верхнюю оплетку кабеля. Где-то сантиметра на 4. Главное, ребят, когда будете срезать верхнюю оплетку, не повредите вот эту вот фольгу с проволокой. Это экранирующая часть, которая нам понадобится. Все это дело отводим в сторону и скручиваем вот в такой вот отдельный проводок. Теперь, ребят, также аккуратно срезаем диэлектрическую прослойку. Кабель зачищается очень легко. Силу прикладывать не требуется. Под этой прослойкой находится центральная жила кабеля. Ее нам и нужно освободить. Ну все, пол дела сделано. На другой конец кабеля у нас должен быть одет штекер. Нацепить его сюда тоже легко. Также зачищаем кабель. Одеваем на него разъем-втулку. А на нее накручиваем штекер. Вся эта фигня продается там же, где кабель. Ну и стоит рублей 10-15. Все, кабель подготовили. Теперь берем вешалку со скотчем и приматываем к ней пивные банки. Банки нужно приматывать горлышком друг к другу вот таким образом. Вот, ребят, я одну банку примотал. Теперь нужно примотать вторую банку вот так вот, где-то на расстоянии 2-3 сантиметров от этой. Блин, ребят, я все инструменты оставил на даче. Сейчас сбегаю в магазин и вернусь. В фикс-прайсе я купил пассатижи и отвертки. Отвертки нам не нужны, просто прихватил по хорошей цене. А еще я купил кое-что интересное для нашей антенны. И сейчас использую этот секретный запрещенный прием настоящего антенного хакерства. Эту банку отложу в сторону и встречаем банку Хабиб Нормагомедов по прозвищу Орел. С такой банкой антенна должна ловить еще круче. Приматываем. Вот такая антенна получилась буквально из мусора. Теперь на банках нужно отогнуть ушки на 90 градусов и к ним примотать кабель. К одной банке приматываем проволоку с экраном. Как видите, ничего паять не нужно. Все приматывается очень просто. А к ушку другой банки приматываем центральную жилу. Вот тут для лучшего сцепления нам и понадобятся пассатижи. Супер цифровая антенна готова. Осталось установить ее на лучшее место сигнала. И по моему предположению это окно. Вешаем антенну на ручку окна. Ну а антенный кабель соответственно подключаем к телевизору. Готово. В предыдущих видео я показывал вам, как из любого телевизора можно сделать смарт-ТВ. Вот он этот телевизор за 7000 рублей, из которого я сделал супер смарт-машину. Кто не видел, посмотрите по этой рекомендации. Ну а также ссылку на покупку этого ультра бюджетного 32-дюймового красавца за 7000 рублей я оставлю в описании. Можете пройти и прикупить такой же теле. Антенна подключена к телевизору. Теперь заходим в настройки и выбираем автоматический поиск. И смотрим на что способна антенна. Офигеть, ребят, я просто ошеломлен. Наша бесплатная антенна поймала целых 50 ТВ каналов. Я в шоке. Я столько лет платил за общую антенну, которая показывает 20 бесплатных каналов. Но теперь у меня есть бесплатная цифровая антенна, которая показывает намного круче и целых 50 каналов. Ребят, делайте такие же антенны и переставайте платить за воздух. Хоть как-то теперь можно сэкономить на этих постоянно растущих тарифах ЖКХ. В следующем видео я покажу вам супер мощнейшую антенну для интернета, которая позволит усилить скорость и стабильность интернет сигнала. Вы сможете с помощью нее сделать стабильный 4G интернет в деревне, на даче, в квартире. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки и пишите в комментарии все способы, как можно бесплатно поймать цифровое ТВ. Также мы есть в ВКонтакте и Телеграме. Короче, подписывайтесь на нас везде. Ну и берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok